Привет друзья! Привет мои дорогие подписчики! Собирайте яблоки, собирайте груши, абрикосы и делайте обалденный яблочный кальвадос, абрикосовое бренди, грушовый дистиллятик и настаивайте на щепе. Наконец настало лето и настал сезон яблок. В этом году урожай и я буду делать самый настоящий, самый правильный кальвадос, яблочный кальвадос. Я уже делал два года назад кальвадос из яблок и это был мой самый любимый напиток, самый успешный напиток, лучше любых зерновых дистиллятов. Это было супер! Но тогда я добавлял туда сахар. Сейчас я уже не хочу жадничать, поэтому вот сколько у меня есть яблок, я здесь не добавлю ни грамма сахара, поэтому сколько будет, столько и будет. Это очень просто делается, яблочки я не мою, сейчас я их попробую раздробить перфоратором, то есть я засыплю партию яблок вот в эту волшебную синюю бочку и начну их крутить перфоратором и посмотрю получится ли у меня не разрезая яблоки их раздробить. Вот так и... Маловато яблочек, сейчас я попробую еще туда побольше их набросать и возможно что-то и получится. Аромат стоит уже обалденный, но никаких изменений не произошло. Яблочки нужно хотя бы на 2, а лучше на 4 части разрезать. Да, в условиях города, конечно, измельчить очень твердые и зеленые яблочки сложно. Раньше, когда я занимался курочками, у меня был хороший сикачек для того, чтобы все овощи можно было быстро измельчить. Но сейчас все, что у меня есть под рукой, я нашел только топор. Конечно, это долго и не эффективно, но зато я уже измельчил вот здесь столько всего и потом добиваю дальше мешалочкой. Замучился же, конечно, я измельчать топором зеленые яблочки, но 2 ведра, которые я уже попортил, я измельчил. И теперь я заливаю их кипяточком, который я закипятил в парогенераторе. Обзор моего самогонного аппарата и парогенератора, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Теперь я заливаю яблоки раздробленные, чтобы они покрылись кипяточком. И еще раз их прогоняю перфоратором. И пойду искать более легкий способ, как измельчать остальные яблоки. Итак, друзья, я начал яблочки бить обычной мешалкой для раствора. И скажу, результат абсолютно меня не устроил. Я решил эту мешалочку усовершенствовать. Я сюда сделал отверстие и вкрутил вот такие обычные саморезики. Дело пошло лучше, но только то, что я перебил топором, вот это немножко оно улучшилось. Целые яблоки такая штука не берет. Но, как говорится, кто ищет, кому очень нужно, тому и Бог помогает. И я хочу вам представить свое новое изобретение. Друзья, тадам! Тадам! Хоп! Вот! Вот такая шикарная гравитсапа. Это настоящая ручная овощерезка. И при том самая лучшая и самая правильная. Потому что вот здесь у нее ножи, именно те, которые можно регулировать из стальных пластин. Не обычная ручная терка с просечкой, а настоящая, хорошая, качественная овощерезка. И досталась она мне. Как вы думаете, за сколько? За 400 рублей! И это не цена аренды в сутки. Я купил вот такую штуку за 400 рублей в идеальном состоянии. Но, конечно же, для моих объемов, крутить балалайку, это не в моих правилах. И я сделал ноу-хау. Я сюда прикрутил свой любимый перфоратор. И теперь посмотрим, как эта вся штука работает. Вот такое ведро яблочек. Я загружаю сразу все ведро в бункер. И еще одно яблочко потерялось. Вот так. Полное ведро яблок залезло в бункер. Теперь антиразбрызгивающая система. Вот такой кулек, который я натягиваю на приемную горловину бункера, для того, чтобы мелкие частички яблок не выпрыгнули. И давайте посмотрим, как эта штука работает, и за сколько секунд я переработаю ведро яблок. Ни разу не устал. А еще, если я захочу, я открою холодильничек, оттуда достану бутылочку домашнего, своего домашнего пивка. Например, бутылочку ИПы. ИПа в английском стиле. Как сварить свое домашнее пиво легко и просто. Смотрите, ссылочка вот здесь сверху. И в перерывах между вот таким легким занятием выпью еще бутылочку холодного пивка. Потому что, конечно, производство кальвадоса, абрикосита, или других напитков мужских, это удовольствие, это не работа. А удовольствие сюда должно приносить что? Радость. И за вожу. Поехали. Включаем таймер. Одной рукой. Дальше. 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 проверяем вуаля 2 яблочко вот так легко и быстро я делаю обалденный кальвадос друзья смотрите именно все мои видео у меня всегда все самое лучшее самое простое и самое легкое без супер дорогущих покупок нам не нужны не обалденные умные пивоварни не какие-то насосы не какие-то особые промышленные терки все что нужно просто желание и когда у нас желание есть у нас все появляется и теперь я это все чудо заливаете . кипяток убьет всю потаенную флору какая была на яблоках потому что я не добавляю сюда пиросульфит и немножко расслабит саму клетчатку будет легче выходить отсюда весь сахар водички я лью так чтобы покрыла сверху сам жмых и когда она остынет я несу сюда дрожжи для фруктовых граф воду я конечно же использую фильтрованную такую какой я использую и для варки самогона и для варки пива яблочки остыли и теперь самое время вылить сюда дрожжики дрожжики я как обычно регидрировал хороший кисель и перемешиваем вчера я добавил дрожжи в яблочный кальвадос шапка из мезги поднялась я это все вчера перемешивал мешалкой для перфоратора она абсолютно ничего не мешает и поэтому я стал настоящим рыбаком вот вот это я думаю будет то что нужно какая плотная шапка да но я знаю как выйти ситуации в этой бочки у меня первая часть яблочек который я измельчал именно топориком сейчас это все отсыпаю эту бочку и мне будет намного легче перемешивать прошло уже семь дней как бродит яблочная брага вот так я еще не перемешиваю уже брожение практически прекратилось вчера утром еще было чуть-чуть постоять а сегодня конечно уже очень кислого поэтому тут не угадаешь сейчас это все равномерно перемешиваю чтобы была пропорция между гущей и жидкостью очень хорошо размягчился жмых вкус у яблок которые вот эти крупные остатки на дёрочке такой как будто бы яблочко моченые но сама мякоть очень мягкая полностью что разложилось прекрасно конечно такую густоту нужно перегонять только на пвк или на парогенераторе а у меня парогенератор друзья смотрите сделан из молочного бидона все очень классно как сделать классный парогенератор или вообще дешевый самогонный аппарат ссылочка вот здесь сверху а сейчас я насыпаю жмых и будут яблочную брагу на кальвадоса я перегоняю всего через один сухопарник для того чтобы если будет какой-то выброс все это сохранилось здесь аромат у спирта сырца приятный с яблочными нотками очень интересно скорость отбора 22 минуты литр крепость идет 33 пока в струе из одного молочного бидона у меня получилось одна банка 30 град 25 градусного спирта сырца и 2 3 литровка 10 градусный спирт сырец я уже выгнал спирт сырец из яблочка это основа будущего кальвадоса вот две такие мутняшки получилось сейчас это все выливаю вот этот весь вот эту емкость который называется в перегонный куб и по мере крепость еще одно я уже показывал как устроен мой самогонный аппарат вот такая колонна здесь я его отключил и так воздуха хватает и выход спирта вот эту всю колонну я буду развивать конечно же не приемками и не с пленками а обычными вот такими камешки я их туда кидаю потому что я делаю самогон не покупая ничего но камешки с черного моря и гаечка сеточка чтобы камешки никуда не убежали 18 градусов 40 литров ставлю нагреваться наконец самый торжественный день я начал дробную перегонку яблочного спирта сырца у меня получилось по моим подсчетам примерно 77 2 литра абсолютного спирта я буду отбирать около таких процентов голов и смотреть ориентироваться по запаху сейчас уже полностью вся эта колонна даже до верха прогрелась но я полностью выкрутил электричество на минимум чтобы медленно-медленно сейчас приехал поднималась опускалась и уже потом по капельно пошла сразу на холодильник главный этот момент не пропустить чтобы не было слишком быстрого выхода это будет процесс очень длительный где-то 1 2 3 капельки в секунду и так почти полнита вот так по капельно я отбираю головы аромат очень сильный яблочный но конечно же не такой приятный чтобы хотелось его выпить я долго думал сколько баночек мне поставить чтобы сохранить и ароматику и все-таки набрать крепость хотя бы чтобы начальная крепость пошла 65 и решил поставить один сухопарник и три барбатера надеюсь что аромат слишком не срежу сначала буду отбирать голову напрямую по капельно а потом уже запущу всю систему и понюхаю что получится если слишком будет мало ароматики один барбатер или бульбулятор откину хорошая голову и теперь я начинаю прогревать свою систему я буду работать на одном сухопарнике это вход и на 3 барбатера аромат остается отличный и хорош хорошая крепость будет идти на выходе сейчас баночки погреваются и я отбираю само тело я настроил отбор тела 35 36 минут литр крепость идет у меня 79 температура я думаю 22 23 то что в крайне а вот здесь вот этих ароматных бочках у меня стоит 300 литров браги на груша классная ароматная сладкая груша это все буду перегонять скоро наконец-то кульминация всего творения это будущий яблочный кальвадос вот столько 20 литровой бутыли получилось хорошего будущего яблочного самогонщика вине кальвадосика крепостью 70 процентов пахнет яблоками сейчас его развожу до крепости 55 и добавляю щепу и теперь я буду добавлять сюда щепу сильной и средней обжарки 5 грамм щепы на 1 литр будущего кальвадосика и это конечно же проект долгоиграющий все скорее всего ожидают от меня дегустации хорошего яблочного самогона но сейчас лето сезон яблок друзья собирайте яблоки собирайте груши абрикосы и делайте обалденный яблочный кальвадос абрикосовое бренди грушевый дистиллятик и настаивайте на щепе хотя бы до нового года а то и больше не спешите дегустировать ставьте и пусть оно созревает а уже потом зимой конечно же я расскажу насколько вкусный яблочный кальвадос у меня получился друзья если вам понравилось мое видео ставьте вот такие огромные лайки потому что вот столько яблочного кальвадоса у меня еще никогда не было аромат вообще сбивает с ног настолько яблоки как будто бы классно подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место